на ремонте компьютер с материнской платой asus модель M5A78L-M интересная поломка. он показывает признаки жизни сначала включаю питание появляется питание на тестировочной плате загорается дежурное питание но теперь когда нажимаю на кнопку смотрите загораются все напряжения начинает работать и тухнет проблема или в питании или в самом блоке питания не выдерживают нагрузку сейчас мы проверим хотя бы холостой будет он работать или нет или начинает работу и проблема с замыканием или перегрузка на плате один из вариантов это вот здесь сильно вздувшийся конденсатор эти все такие же вот допустим эти нормальные этот прямо вздулся по питанию может быть например питание я не знаю чье питание но скорее всего или вот это питание или может быть мост неважно то есть нужно как минимум поменять этот конденсатор все остальные тоже могут быть не очень но они хотя бы не вздулись и это точно нужно поменять и уже смотреть но сначала запустим сам блок питания без платы как это делается снимаете фишку и замыкаете два провода зеленый и любой черный просто перемычка сюда чик чик и он запустится и будет работать но желательно конечно отключить тогда все 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 остальные все остальные разъемчики отсюда куда еще это с видеокарты с процессором тоже дополнительное питание отключить их от жесткого диска отключить чтобы уже понимать в принципе все это все больше ничего не подключено если был бы подключен оптический диск тоже его надо отключить чтобы понимать хотя бы без нагрузки но хотя бы без нагрузки будет работать или не будет потом можете последовательно если работает можете подключить питание жесткого диска он отдельно может работать вот этот может работать отдельно конечно видеокарта она не совсем отдельно работает и она не будет принимать нагрузку без включения материнской платы поэтому как бы смысла это нет но хотя бы плюс минус но а потом по-хорошему было бы конечно правильно поставить более-менее рабочий блок питания заведомо рабочий и попытаться запустить его с заведомо рабочим блоком питания ну например из соседнего компьютера снять блок питания поставить сюда и тогда мы полностью исключаем что блок питания работает но в любом случае тут же у нас на материнке сгорел или сдулся конденсатор его по любому менять подбираем все откручиваем снимаем смотрим номинал выпаивается он большим паяльником потому что плата многослойная там я не просто прогреть не всегда просто большим паяльником можно выпаять выпаять и поставить на его место другой ну и тогда продолжим уже закончится ну а пока все это делать конечно а пока мы просто проверим блок питания замкнул два комплекта я замкну буквально вот пинцетом а вы можете любой проволочкой знаете есть даже вот типа такой проволочкой какие-то вещи скручиваются тут внутри есть проволочка снимаете изоляцию замыкаете я выключил пока замыкаю два контакта нахожу зеленый и черный так ну вот вокруг зеленого одни черные значит это будет 4 5 допустим контакт неудобно рукой ну я буду стараться вот так вот так я соединю это будет допустим 4 теперь включаю и блок питания завелся и не останавливается вентилятор крутится постоянно да и скорее всего с блоком питания плюс-минус нормально бывает так что в холостую работает а если включить нагрузку то не работает ну такое тоже может быть но признаки жизни подает во всяком случае это точно не он но не точного так скажем ну а теперь все выключаем вытаскиваем вытаскиваем снимаем плату причем надо заполнить куда если какие-то сложные вот запустим тут не сложно тут все не сложно все снимаем все снимаем бывает аудиокабель бывает разобранный и он сложного для подключения надо заполнить как подключать но тут все в принципе просто снимается и потом на место его ставим в том числе и видеокарта тут просто снимается и все единственное что придется вот это снять разъем этот придется снять перепаиваем и проверяем заново так ну что же я поменял конденсатор здесь стоял 820 микрофарад на 6 и 3 вольта поставил 1000 микрофарад на 6 и 3 вольта и поставил запустил тест прошел все работают напряжение единственное что я еще не поставил видеокарту в принципе из-за нее тоже такое может происходить но я быстренько просто чтобы проверить признаки жизни подает это хорошо поэтому как как вариант может быть из этого конденсатора сейчас просто чтобы ее поставить нужно почистить она тут вся забита сейчас выключаю ставлю видео карту почищу немножко поставлю видеокарту и снова в путь в принципе хозяин сказал что бывает так что она запустится но через несколько минут потом все равно вырубается ну сейчас все это проверим но сейчас нужно чистим ставим и еще раз проверим вырубаю материнку она не выключается не выключается потому что кнопка не подключена я сейчас вот так вот нажал на выключение выключилась собственно все убрать питание и сейчас продолжим